МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А у нас в гостях отец бойца, находящегося на СВО, любящий муж и дед, сельский механизатор, автор и исполнитель песен Борис Логинов. Здравствуйте, Борис Валентинович. Здравствуйте. Разрешите, я начну со стихов, с ваших стихов. И всюду там, по берегам моей мечты, Любви очаг, и ты причал, выходишь ты, Моя заря, мой небосвод, мой идеал, я твоим именем Вселенную назвал. Эти проникновенные строки вы посвятили своей супруге Марии. Вы, как человек, всю жизнь живущий в сельской местности, на земле русской, наверное, у каждого человека, проживающего в таких условиях, в душе поэт. Когда вы начали писать? Что вас подтолкнуло к этому? С мамой жили, когда я был маленький, мы жили в Восточном Казахстане, город Шаманайха. Она очень любила природу, и она всегда писала стихи, вот сколько я помню. То есть у вас это наследственно? Возможно, наследственно, но как бы передалось от мамы вот это вот чувство любви к стихотворениям, и переписку, которую они с братом вели, он был вдалеке, они писали, он стихами ей писал, а она писала стихами, и она мне всегда показывала, зачитывала это всё, и поэтому я, как говорится, впитал это всё. А когда уже встретил свою супругу Марию, меня что-то торкнуло прям, и всё, и у меня пошла тема вот этих и песен, и стихотворений, и вот творчество пошло. Распустились листья клёна, Зацвела в садах сирень, Я пишу тебе, Алёна, Я скучаю по тебе, А я приеду За тобою Не пройдёт Годок-другой, А может, даже В эту среду Я приеду За тобой Увезу тебя, родная Из забыденной глуши Ты же любишь Ты же знаешь Напоёмся От души Ведь ты же любишь А ты же знаешь Напоёмся От души Напиши Моя родная Небольшое Письмецо Письмецо Я увижу Между строчек Твоё милое лицо Я увижу Между строчек Твоё милое лицо Распустились Листья клёна Расцвела В садах сирень Я пишу Тебе, Алёна Я скучаю По тебе Я люблю Тебя, Алёна И скучаю Каждый день Как у вас рождаются стихи? Вы берёте гитару, идёте к озеру, да, у вас рядом с домом озеро, вы идёте к озеру, садитесь и пишите, творите, или это происходит как-то по-другому? К озеру я сажусь и обычно исполняю. Готовы уже, да? Да, я уже исполняю обычно, а песни, они сочиняются по-разному. Встретил хорошего человека, мужчину, допустим, или девушку хорошую, которая душой своей бывает так торгнет, заденет внутри, и рождается песня. Любовь к природе, любовь к селу, любовь к России, я считаю, это самое важное то, что в душе поэта зажигает вот эти огоньки для написания строчек. То есть у вас каждая песня посвящена или какому-то конкретному человеку, или какому-то событию, я правильно понимаю? Бывают по-разному, бывают и события, бывают конкретному человеку, бывают песни городу посвящённые, Москва, допустим, у меня есть песня про Москву, про Петербург есть песня. Это же там тоже красотища такая, это же наша гордость. Я как понял, вы начали писать только, когда встретились с Марией. Это вам было тогда уже сколько лет? Мне было 30 лет, когда я начал уже вот сборники стихов, а потом издали мы в Тольятти, мне три брошюры вышло. То есть это Мария стала вот вашим... Основной. Почему? Потому что она родилась 3 октября. Видимо, что-то нас связывает вот с творчеством Сергея Есенина, который очень любил народ России. Я уже родился 3 октября. И мама у вас писала стихи, и её брат писал, и супруга у вас родилась в один день с Сергеем Есениным, да? Да. А я в день Шекспира рождения родился, 23 апреля, вот такие вот обстоятельства бывают, совпадения. Да, много-много у вас совпадений, получается, в жизни, которые вот вас как-то прямо толкают в сторону поэзии, в сторону творчества. Когда я родился 23 апреля, 22-го уже всегда субботник происходил у нас в Советском Союзе. Страна навела порядок идеальный, тут я в 4 утра родился, посмотрел, говорю, по-настоящему встретили, нормально. То есть готовились к вашему рождению, и вы теперь не в силах это вот подвести людей, да, поэтому творите. Ваши земляки, ставропольчане, когда писали Андрею Малахову письмо, они указали, я дословно зачитаю, обязательно пригласите нашего земляка на свою передачу, ведь его песни лечат, помогают жить. Павел Иванович, расскажите о опыте своего выступления на федеральном телеканале. О, это было круто, это было вообще, для меня это было очень такое жизневажное событие, которое, как говорится, оставило хороший отпечаток в моей памяти, и было очень здорово там на передаче. А как вас там встретили? Малахов-то выходил под вашу песню? Вот те песни, которые ему нравятся, он под них выходит танцевать? Выходил. То есть он и с вами танцевал? Да, была одна фишка, я когда захожу на передачу, все уже сидели, я только спойду, поэтому кроме Малахова у меня уже все сидели. И мы проходим, женщина меня ведет, говорит, я вас сейчас посажу на свободный стул, идет впереди меня, свободный стул, я на него присаживаюсь. Она, ой-ой, тут же Малахов сидит, как весь зал захохотал, такое настроение сразу, ну вот, началась с этого передачи, с такого настроения. И пошла в таком же духе дальше. Наташка, Наташка, очаровашка, носик, курносик, в робке вопросик, скажи мне на милость, да вот так сильно влюбилась. Не зря вы сели на стол Малахова, Борис Валентинович, ох, не зря. Многие ваши песни посвящены женщинам, почему вот так? Потому что женщина же, это же святое создание, Божий, Господи, вот у них есть такое внутри, когда это прочувствуешь и рождается песня. Видимо, они вдохновители нас, и они это носят в себя, мы как бы с них ручкой списываем, и все. Наверное, так, я тоже, ну, конечно. И у вас получается это все выразить словами, да, положить на музыку, исполнить. Вас, наверное, любят женщины именно за ваше творчество? Ну, некоторые говорят, благодарность говорят, да, нравятся песни. 11 апреля 2019 года у вас была встреча с губернатором Самарской области. Расскажите, пожалуйста, за что вы получили медаль из рук губернатора? Когда у нас наводнение было в 18-м году, приехал генерал Бойко. Он приехал, а меня пригласили, попросили на моем экскаваторе, чтобы я приехал, там, делал протоки, чтобы вода быстро уходила. Это был ваш личный экскаватор? Да. Я работаю, копаю, мне Бойко говорит, Боря, давай вот здесь вот проход делай 6 метров, асфальт, ломай прям все, ломаю. Давай вот здесь делай. В общем, когда я все сделал, мне пока молодец. И потом вот в 19-м году, там прошло сколько, полгода, меня вызывают туда, в Самару на награждение. Говорит, приезжает министр МЧС России Зиничев первый раз в Самару. Ну и вот произошло награждение, и, как говорится, я из рук Зиничева получил, из рук наших вышестоящих, как говорится, вот таких. Борис Анатольевич, ваш сын сейчас, в настоящее время, ваш зять, находится в зоне СВО. Связь есть с ребятами? Удается пообщаться? Изредка бывает, да. Бывает, когда у них есть возможность, они сообщают, что все хорошо, все нормально. А как они оказались там? Ну, сын у меня подписал контракт, а зять, он по контракту уже служил. Ну, а на СВО он там полгода побыл, полгода в части, потом опять полгода. Сейчас вторые полгода он опять на СВО находится. То есть, зять у вас профессиональный военнослужащий, да? Да, он профессиональный, да. А сын добровольно сам подписал контракт? Да, он сам подписал. 9 июня он уже поехал. Как настроение у ребят? Боевое, потому что у них там дружба, между собой там ребята очень хорошо, дружно живут, и поэтому настроение они сами создают и сами, как говорится. Я чувствую это. Борис Владимирович, у вас довольно-таки непростая, трудная жизнь, у вас сильные мозолистые руки, и все это время рядом с вами ваша супруга, у вас сын, дочь, у вас внуки, которых вы очень любите, воспитываете, да? Очень люблю, да, для меня. Вот, в 2024 год президентом объявлен годом семьи. А что бы вы с высоты своего жизненного опыта могли бы пожелать той молодежи, которая только готовится познакомиться с радостным, величественным и многообещающим маршем Мендельсона? Я считаю, чтобы наши ребята вернулись домой, встретили своих любимых, сыграли свадьбы, выражали детей, чтобы наша Россия процветала. Как вы думаете, в чем секрет семейного счастья? Поменьше упреков задавать друг другу, как говорится, бывает, потому что в каждой семье где-то. Ну, хранить, беречь друг друга. Я хочу «Ладо-Медиа» подарок сделать, то есть вот эти сборники стихотворений, которые я сочинил, выпущенные. Это ваши стихи? Да, это мои. Одна вот книжечка Мамина, мы в издательстве «Современник» издавали, это в 90-х годах. И вы это оставляете в музее телекомпании «Ладо-Медиа». Спасибо вам огромное. Буквально в гостиной комнате родилась такая вот песенка. Это вот сейчас, пока вы… Сейчас я два раза такой по бринькам под гитару чуть-чуть, и сейчас тут могу исполнить в подарок, как говорится. То есть это тоже для «Ладо-Медиа»? Да, для «Ладо-Медиа», да. Давайте попробуем. Да. Тольятти – город вдохновения, таланта, город и львы. Счастливцы попадают в поле зрения, и звезды зажигаются в пути. Пустили звездочки вас радуют сиянием, а «Ладо-Медиа» для многих дом родной. Команда профи, команда вдохновения, для всех тольятинцев горящая звездой. Спасибо вам огромное за такой прекрасный подарок. Утром открою окно, ветер соленый пущу, море взволновано, но я ни о чем не грущу. Сколько дорог позади, сколько еще впереди, выбрана мною одна. Так, что во все времена и всюду там, по берегам моей мечты. Любви очаг и на причал будешь ты. Моя заря, мой небосвод, мой идеал. Я твоим именем вселенную назвал. Мария, Мария, Мария моя. Прядью незримых волос тянется память и нить. Самый заветный вопрос – нить эту соединить. Ты мне и дочь, и дочь, и жена, мама на все времена. Шепчет, волнуясь, прибой, я всегда рядом с тобой. Мария, Мария, Мария. И я, и я, и тут, и там, по берегам моей мечты. Моя заря, моя заря, мой небосвод, мой идеал. Я твоим именем вселенную назвал. Мария, Мария, Мария. И я, и я, и тут, и там, по берегам моей мечты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова